всем привет сегодня мне на обзоре очередной нож от итальянской ножевой компании экстрема рацию приехал этот нож ко мне от моего зрителя алексея и его супруги анны очень классные ребята алексей увлекается ножами супруга его в этом поддерживать ему на самом деле просто повезло но также как и мне у меня примерно все то же самое и так очень интересный нож я очень давно хотел заполучить себе на обзор особенно после того как не удалось повертеть в руках сделать обзор на вот этот нож мф-2 да вы догадались правильно внутри нож мф-3 причем в танто исполнений у экстрема рацию самые сексуальные танто в принципе из тех что я знаю ну говорю лично за себя прежде чем приступить к обзору хотел бы вам напомнить не забывайте подписываться на мой второй канал на котором целая куча интересного контента который просто не попадает по времени в основной канал ссылка на канал будет в подписи либо в правом верхнем углу давайте уже наконец-то посмотрим это вот такой нож он ровно такого же размера как мф-2 но при этом нравится мне значительно больше значит бусины здесь болтается это по моему трех болтовка от александра славянина я могу с ним ошибиться алексей или александр не помню в общем не суть вот такой вот красавчик я очень давно хотел заполучить его себе на обзор это просто шикарнейший нож я понимаю что многие сейчас крутят пальцевую виска игры ты что да черт возьми это самый офигенный танто из тех что может быть посмотрите вот не вот такого плана вещи очень нравится это знаете как этот брэд саузерн green bad monkey там тоже такой модифицированный тантов здесь тоже блин класс давайте я немножко расскажу по характеристикам и потом мы с вами пробежимся значит длина клинка 113 миллиметров сталь n690 к о 58 единиц в оба хит 4 миллиметра за счет того что у нас здесь есть шпенек я бы его убрал вообще потому что здесь есть вот эти флипперы ограничители гардой за счет то что есть шпенек пользоваться мы можем только стать 4 метрами режущей кромки самого клинка покрытие у нас здесь с вами не успех рукоятка изготовлена из алюминиевого сплава антикарадал здесь стандартная глубокая клипса как на серии bf mf присутствует но здесь с вами стеклобой клипсы переставляем на две стороны у нас есть с вами такие поднутри не для того чтобы удобно было нож прокручивать и у нас с вами имеется вот такой вот дополнительные ограничители это знаете как у колстила есть серия black bear по моему у них тоже есть там дополнительная гарда вот так вот нож выглядит очень большой и при этом он не особо тяжелый всего 195 грамм при такой длине вот так его держать я вас уверяю просто вот как в литой что на случай какого-то пробивание картона назовем это так или там фанеры пробивание фанеры просто держать нам просто очень удобно при всем при этом его вполне реально носить на кармане я пробовал причем вот эти вот крюки работают как wave ну просто на раз чик достаешь чик дернул открываешь единственное что вот я вам сейчас делаю вставочки про видео да вот где там достаю увешаю на карман и прочее может быть там будет видно что не совсем удобно по одной простой причине мне очень нравятся мои джинсы но у них есть такой недуг у них внутри кармана еще один карман чтобы вы понимали не карман для зажигалки а внутри еще один карман когда туда вешаешь вот такой большой нож он все время старается зацепиться за второй карман ну как так получилось давайте посмотрим и продолжим в следующем выпуске ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В продолжении могу сказать, что, наверное, вот если МФ-2 мне, допустим, показался таким, ну, не самым, допустим, привлекательным, МФ-1 мне нравится значительно больше, то, ребята, я всерьез задумался о приобретении МФ-3. Я понимаю, вы скажете, да хрена тебе это надо, что ты с ним будешь делать? Нравится. Вот он реально мне нравится. При этом, что конкретно у этого экземпляра шикарный ход, отсутствуют люфты. Блин, просто вообще. Это, ну, не знаю, это вот вечером достать, пощелкать. Я не знаю, как бы, может, на кармане я каждый день это носить не буду, потому что все-таки такая специфика, да? Но при этом очень приятная штука. Здесь все везде спрятано, нигде ничего не торчит, нигде ничего не вылазит. Вот этой заточенной частью, она реально заточенная. Вы не подрежетесь, ничего. Она очень глубоко там. Смотрите, сколько места. Прям супер. Нет, знаю, игру, когда достаешь, нужно приловчиться, чтобы когда ты достаешь, чтобы не цепляться за край кармана, чтобы так не вылазило. А так, блин, супер. Нет слов. Если честно, прям реально впечатлила меня эта вещь. У этого прям еще и ход клина суперский. Вот, поэтому. Классный нож. Вот, поэтому Анне и Алексею большое спасибо. Прям реально порадовали меня. Я вот прям в восторге. Я не знаю просто, что еще сказать. Мне очень нравится эта танта. Нравится, как сидит в руке. Вот именно вот таким хватом фехтовальным. Просто супер. Плюс есть предохранитель. Да. Все-таки здесь лайнер лог. Он хоть и достаточно толстый, полтора миллиметра. Сталь 420 JB. Тут мы с вами тоже видим отметины на клинке. Я говорю, я бы вообще... Вот, хотел бы, чтобы вообще не было здесь шпеньков. Супер шайбы у нас здесь. Кстати. Кстати о девочках. А шайба у нас здесь с вами не фторпласт. Шайба у нас здесь с вами цвет мед. И это, блин, здорово. Кстати, у этого МФа... Нет, у этого МФа фторпластовый. Ну, в смысле, тефлоновый, беленький. Здесь я не знаю, сами ли меняли или нет. Но... Да нет, вроде винты... Нет, видно, что нож разбирался. Но я не знаю. Сами не сами ставили. Но, блин, уход, если честно, просто шикарный. Вот такой вот обзор. Очень много просто эмоций. И давно уже все было рассказано. И я все это время мычу и только восторгаюсь. Потому что, на самом деле, меня вещь очень впечатлила. Надеюсь, вам было интересно. На этом и все. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok